22 февраля 1850 года родился выдающийся русский живописец, мастер пейзажа, проживший всего 23 года, Федор Александрович Васильев. Пожалуй, главной визитной карточкой Федора Александровича становится мгновение природных переходов из одного состояния в другое. Ночную тьму разгоняет прохладное утро, лучистое солнце пронзает мрачные тучи. Картина под названием «После дождя» проселок является классическим представителем этого застывшего движения. Хранится картина в русском музее Санкт-Петербурга. А вот пейзаж из Московской Третьяковской галереи, написанной в 1868 году. Картина, название которой, как ничто лучше подчеркивает ее идейную составляющую, после грозы. Только взгляните на это просветлевшее небо, разогнавшее тучи и теплыми лучами, оживляющие мелкие деревушки. А вот одна из самых узнаваемых картин Федора Васильева, написанная в 1871 году, «Оттельпель» уже весной этого же года, заняла первое место в одной из самых престижных конкурсной выставки тех лет «Общество поощрения художников». Была приобретена Павлом Третьяком в свою коллекцию. А сам будущий император Александр Третий, заказал у художника авторскую копию картины, которую Васильев успел закончить накануне своей гибели от туберкулеза. Картина участвовала в лондонской выставке и была встречена самыми теплыми отзывами и среди художников, искусствоведов и критиков. «Оттепель» – довольно необычная картина. Посреди хмурой зимы и слякоти приближающейся весны, на большой грязной дороге стоит мужичок и показывает девочке ворон возле полыньи. У птиц в это время создается пара и поведение довольно забавное. Самец сможет соблазнять самочку какой-нибудь блестящей чепухой или пойманной рыбкой, а может вдруг повалиться на бок, изображая дохлого. В общем, ведет себя как мальчишка, привлекая внимание. Этакий цирк посреди природных невзгод. Картина под названием «Возвращение стада» весьма живописно передает ощущение сильного ветра, а пробирающийся сквозь его порывы пастушка со стадом, задает характер сюжету. Поистине, весьма ощутимый ветер, словно некий антагонист в хорошем кино, оживляет сюжет и воспринимается как символическая притча. Написанная в 1868 году, картина хранится в Третьяковской галерее. А вот еще сюжет с участием могучего ветра, но с совершенно другим его значением. Тут он в роли предзнаменования гнева погоды, хмурым осенним пожарищем горят кроны деревьев, гнутся и лежат они сломленные у речушки. Воронье слетелось на водопой. Две фигуры гонят стайку гусей, спеша укрыться от непогоды. Картина «Перед дождем» из Третьяковской галереи. Этот пейзаж, созданный в период поездки на Волгу совместно с Ильей Ефимовичем Репиным и Евгением Кирилловичем Макаровым, свидетельствует о романтически восторженном восприятии мира его автором. Для рубежа 60-х, 70-х годов XIX века, эта картина оказалась вершиной живописных достижений отечественного пейзажа. Вид на Волге, Барки, Русский музей, Санкт-Петербург. А вот, рассвет. 1873 года. Художник посвятил пробуждению природы от сна и рождению нового дня. При большой конкретности изображение его работа полна поэтического чувства, в которой он великолепно передал тишину, покой раннего летнего утра. Сочиненный на основе натурных этюдов и зарисовок пейзаж поражает свежестью живописи, эмоциональным сопереживанием происходящему, точностью воссоздания атмосферы. Иван Николаевич Крамской писал о юном художнике, «Нет у нас пейзажиста-поэта в настоящем смысле этого слова, и если кто может и должен им быть, то это только Васильев». В картине «Рыбаки» поэтическая образность и эллигичность соединяются с абсолютной верностью натуре. Топкие заболоченные берега финского взморья и чуть заметные вдали очертания петербургских соборов изображены с почти топографической точностью. Холодноватые жемчужно-розовые краски передают зыбкую прозрачность света и тишину, словно разлитую в северной природе. Васильев в данной работе выступает как прекрасный колорист, сумевший малейшими нюансами цвета передать и промозглый воздух раннего утра, и чуть разгорающуюся зарю в молочной дымке тумана. Ярко-рыжие прибрежные насыпи с пожухлой травой контрастируют с парящими белоснежными облаками, растворяющимися в голубом небе. Для Васильева жизнь неба была особым камертоном, определяющим созвучие мира природы и души человека. Субтитры создавал DimaTorzok